добрый день друзья сегодня я хочу сделать небольшой обзор одно из жека анапы полетаем вокруг него хочу сразу же сказать что это не реклама я ни в коем случае не говорю что там прям идеально все хорошо просто обзор и информация чтобы это видео было максимально полезно для тех людей которые там уже купили квартиры либо хотят купить квартиру меня зовут юрий озаровский и давайте посмотрим о чем мы сегодня с вами поговорим я также жду вас в комментариях хочется услышать тех тоже приобрел жилье либо может у кого-то из более полная и интересная информация будет приятно послушать в общем жека раз-два-три находится на анапском шоссе анапское шоссе 2428 здесь будет расположено несколько корпусов сейчас концу этого года должны сдать уже первую очередь мы как раз таки здесь с вами и наблюдаем всю имеющуюся информацию я взял с сайта новостройка дефисанапы точка ром благодарю за нее и так пройдемся по техническим характеристикам данного живого комплекса жека раз-два-три анапское шоссе бывший жека счастье парк да кстати интересный вопрос почему бывший жека счастье парк адрес она по ул анапское шоссе 2428 район восточный рынок варианты оплаты ипотекам от капитал рассрочка федеральный закон по которому строится фезе двадцать двести четырнадцатые этажность 20 площадь квартир 23 до 61 метра в квадрате тип здания монолит а блок кирпич вентилируемые фасады строительства сейчас идет у них и первая очередь должна быть сдана втором полугоди 2018 года Вторая очередь, второе полугодие 2019 года. Третья очередь, второе полугодие 2020 года. Застройщик Гамма. Цена квартиры 1 400 2500 рублей до 3 600 000 рублей. Стоимость квадрата от 50 до 60 000 рублей за квадратный метр. Это эконом-класс жилья. Общая информация. 6 20-этажных многоквартирных домов появятся в недалеком будущем по адресу Уланамское шоссе 2428. Находится новостройка сразу за кипермаркетом «Магнит» на Анамском шоссе. Дома стоят строго напротив друг друга. Каждая очередь строительства состоит из трех 20-этажных домов. Дома из которых сблокированы торцами один к другому, а третий стоит на расстоянии 16 метров от них. Расстояние между домами первой, второй и третьей очереди составляет 55 метров, что для плотной анапской застройки является невиданной роскошью. У каждого дома имеется игровая площадка для малышей, спортивная площадка с турникетами, тренажерами, велодорожками, зона отдыха для детей постарше и взрослых. Уникальными особенностями для Анапы станет установка собственного скейт-парка, который будет расположен между второй и третьей очередью строительства. Первые этажи здания жилые. В литере 6 этот дом в последней очереди на первом этаже будет располагаться детский сад на 200 малышей, ну по крайней мере так обещают. Территория будет огорожена, въезд ограничен шлагбаумом. Безопасность жильцов будет обеспечивать консьерж или охранник, если жильцы захотят их содержать. Во всяком случае, помещения для них предусмотрены на первом этаже в каждом подъезде. Планировки квартир во всех домах типовые. Различий по этажам не предусмотрено. Отдельным плюсом, о котором необходимо упомянуть, является то, что в каждом подъезде устанавливают по 3 лифта Otis. Ну, уже знакомы в Анапе обещают, но ставят потом другую ферму, как сдадут первые литерам. Будет интересно, кстати, посмотреть, какие лифты там будут. Два груза пассажирских, один пассажирский. Если в случае какого-либо ЧП дом будет обесточен, то для обеспечения функционирования лифтов предусмотрен штатный дизель-генератор. На самом деле, в Анапе это огромнейший плюс, если действительно будет так, потому что свет отключается регулярно. Первая очередь строительства имеет одно важное преимущество перед последующими. Дело в том, что начиная примерно с 12 этажа, будет видно море. Ну, и причем я посмотрел по градостроительной карте, у них действительно не предполагается застройка именно жилыми комплексами со стороны моря. Там, по крайней мере, сейчас находится земля под ИЖС. Будем надеяться, никто там 20-ти этажку на своем участке не возведет. И этот фактор в Анапе является ценообразующим, влияющим на ликвидность квартиры. Это действительно так, с видом на море квартира стоит всегда дороже. Да и самым, допустим, бывая в ЖК Кавказ в каких-либо квартирах, когда видишь море, чувствуешь себя как-то немножечко по-другому. Ну, и представляешь, как бы ты мог, сидя вечером, за чашечкой кофе наблюдать на море, не выходя из дома. Это, на самом деле, дорогого стоит. Последующие очереди не будут иметь этого преимущества. Поэтому, если вы намерены купить квартиру с видом на море, недорого, то данное предложение подходит как нельзя более кстати для вас. На территории будет расположено два подземных паркинга по 76 машиномест. Стоимость каждого уже известна полмиллиона рублей за место. Тем, кому такое место не достанется, отчаиваться надо, не надо. На территории будет достаточно мест для неохраняемой парковки. Ну, по крайней мере, то, что я вижу сейчас, и вы со мной вместе, парковка действительно, да, будет, но не так уж и много ее. Если в каждой семье, допустим, по две машины, то парковочные места очень быстро закончатся. Также то, что территория будет огрожена шлагбаумом, с одной стороны, это плюс, может быть, какой-то минус. Потому что вся вот эта полоса, начиная от Анамского шоссе и далее будут идти многоквартирные дома. И к ним тоже должен быть какой-то подъезд. Как он будет осуществляться, для меня пока непонятно. Но действительно, ихняя территория на кадастре не соединяется с другими. Значит ли это, что будет со стороны кладбища по дороге, подъезд к тем домам, либо все-таки как-то будут проезжать на сквозную через этот ЖК. Хорошо еще это место расположения тем, что здесь рядышком вот гипермаркет Магнит построили какой-то еще перед Анапским шоссе. Тоже торговый комплекс. Недалеко находится тот же самый Макдональдс. Есть небольшие развлечения для детей. Пока ближайшая школа, наверное, все-таки пятая. В пятой школе уже обучается очень много детей. И застройка в этом районе ведется колоссальная. Их мест больше не становится. Но на этой кадастровой карте я также нашел, что вот здесь вот в левом углу можно было видеть возле дороги лесополосы должны появиться или школы, или лицей. По крайней мере, земли под это выделены. Кто и когда это будет строить, конечно же, пока непонятно. Также вот мы сейчас видим, что очень красивая детская площадка сделана сверху. Как-нибудь обязательно прогуляемся и более детально ее рассмотрим. Что еще можно сказать? Что Анапское шоссе уже задыхается в пробках. Появление еще этого комплекса, наверное, только усугубит это положение. Потому что каких-либо решений дорожного кризиса в Анапе я пока не вижу. Так как все возможные моменты расширения у нас уже отыграны тем, что участки проданы. И проданы практически впритык дорогам. Ну, надеюсь, как-то будет город выкупать земли и реализовывать более достойное транспортное движение. То же самое, находясь возле гипермаркета, это и плюс. Ну, а также минусы. Можете сейчас наблюдать просто такие движения. Это не час пик, не выходной даже день. Ну, вот выглядит именно так. То есть машины есть постоянно. Спасибо всем за просмотр. Надеюсь, информация была интересной, полезной. И спасибо этому сайту. Он мне ничего не разрешал, но я сам взял. Не забывайте подписаться, поставить лайк. С вами был Юрий Озаровский. Всем хорошего вечера. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»